Всем привет! Северно-степной Крым. Сегодня у нас 22 июня 2022 года. Выдержал, в общем, я подольше акации грудичи. Мёд в ульях, смотрите, какая красота. Ложится. Когда переливаю в сито, аж трещит. Звук такой треск создаёт. Ну, постоял ночь. Я в летней кухне, в штабелях, ну, корпуса штабель. Отобрал я. В верхние магазины пробежался, в общем, подбирал. Со зрелым мёдом. А в разрез сушку покидал. Магазины сущи пчёл. И погода испортилась. Ночью бы и сегодня. Ветер, ураган. И уже около 20. Температура падает. 25 было максимум днём. Падает вот и камень, короче. Красивый. Шикарный. Пахнет, это просто обалдеть можно. Такой запах. Просто словами не передать. Скажу вам, как горочка ложится. А, сейчас чуть-чуть. Блестит. Камера на смартфоне нет. Не фокусируется. Какая красота. Такой вот шикарный медук. В этом году. Да, выдержал я его. Подольше. Почему? Потому что в прошлом году даже вроде как бы печатный старался отбирать мёд. А акация, акация с глядичьей почему-то как-то жидковат был. Не знаю. В общем, в этом году перестраховываюсь дольше выдерживаю. Пусть даже немножко не добираю. Ну, во-первых, стараюсь, чтобы пчёлы плотно обсиживали, прям плотняком. Чтобы работало много пчелы на... Пчёл на меду. Чтобы магазин, в общем, битком был. Чтобы они прям капитально его перерабатывали, сушили хорошо. Может, немножко меньше я возьму мёда, но зато... Но ещё будет более такой, видите, какой... Красота. Ай, блин, я от запаха сейчас, блин, слюной задохнуть. Ну, пойти что-нибудь перекусить, потому что... Блин, у меня желудок уже аж... Желудочный сок вырабатывается. Запах обалденный просто. На свет тоже классно смотрится. Чистенький такой, прозрачный. Обалдеть. Чем мёд с деревьев в этом году шикарный получился. Акация и глядичь здесь перемешку идёт. В магазинах более чистую акацию я сразу снял и продал её. А потом зацвела... Ну, на акацию наложилось глядичь и лох. Серебристый. В общем, деревья цвели именно. Вот такой вот медок удалось взять в этом году шикарный. Глядичь и лох меда не хуже, как по мне, и лучше гораздо акации, потому что это более редкий мёд, чем акации. И глядичь столько не льют, как акации. То есть его столько не возьмёшь. А по вкусовым качествам, по аромату, по всему этому, не уступают они акации, в общем. Тоже шикарный меда. Нельзя сказать, что лучше. То есть они равноценны. По своим вкусовым, ароматическим качествам. Видите, как ложится классно. Красота. Ну, всё. И пошёл, да, в общем. Чё-нибудь перекушал. Вот и слюной я сейчас захлебнусь, он пузыри всплывает. Воздух заходит, в общем, и даже не поднимается. Вот что, и очень тяжело откачивается. Постоял ночь, прохладная летняя кухня, и уже тяжело-тяжело идёт. Конечно, когда из ульёв горячее забираешь, то он вылетает, как вода. Понятно, когда сороковничек, блин, под сороковничек в тени, и на солнце 60, то понятно, что он вылетает, как вода. Ну, вот, постоял ночь, остыл. Ну, прохладная ночь была, и всё, видите, как он. Верю, наливаешь, и он прям треск такой идёт. Воздух попадает, вот это трещит мёд. Ну, кто... Это мёд, пчеловоды, в курсе, как мёд трещит. Когда зрелый, хороший. Всё как-то так. По поводу цен. Ну, цены не загинают, да. Да, Херсонская область и Запорожье сильно обвалили цены. Крыму на мёд. Ну, точнее, не то, чтобы как отболели, просто поднять, в общем, не удаётся цены. Я держу, 700 рублей литра продаю. Хотя другие начали уже падать. С Херсонской области привозят, из Запорожьской продают у нас на рынке, ну, типа акацию, да, назовём так, потому что анализы никто им не проводил. К тому мёду непонятно, что это за мёд. 400 рублей и 350 рублей литр, представляете? А подсомок по 500 рублей. Трёхлитровая банка прошлогодняя. Вот так вот. Но, тем не менее, я цены держу, и у меня свой покупатель он берёт. Я не намерен цену сбрасывать. На рознице я продам потихонечку. Да, у меня меньше будет этих клиентов, таких, которые там по 3, по 4 банки трёхлитровых брали, там по 5 банок брали. Да, ко мне не поедет Севастополь, там, Симферополь, которые ко мне ездили, может быть, там, они где-то найдут дешевле, там, украинского возьмут мёда. Не спорю. Ну, наш мёд северокрымский, он более редкий. Особенно вот такие мёда акация, глядича, для нас это редкие мёда. Да, их немного, у меня будет там акация, глядича, разнотравья, степь, саппора будет такие вот мёда, более редкие. Саппоры вообще днём согнём. Попробую найти ещё купить, как говорится, по Крыму, поэтому не думаю, что акация с глядича и завалят прям сильно. Ну, даже сейчас вот, ну, распродадутся и всё, дальше что. А потом весь год торговать, он же не бесконечный. Дело в том, что в Херсонской, Запорожской области, ну, да, пока качают, сейчас, как бы, он есть у них, да, они привезут. Может, кому-то повезёт, кто-то дешевле возьмёт. Ну, это рулетка, это такое, повезло вам, взяли его по дешёвке, а потом дальше что. Ну, дальше его не будет, он у них закончится, и всё. Крым этот мёд съест аж на раз. Потому что, ну, в Крыму получают мёда гораздо меньше, чем, ну, чем, как сказать, чем потребляет Крым. Поэтому это такое. У нас Крым сильно заваливает, ну, заваливает Краснодарский край, к нам везёт много мёда. Теперь Херсонщина ещё повезёт. Теперь там Запорожье повезёт. Ну, я говорю, опять же, это такие мёда, то есть, мне лично как-то, я не думаю, что это сильно навредит. Ну, немножко, да, не могу я поднять цену, ну, ладно. Ну, немножко я, может быть, там даже подвинусь немножко, там, дальше, там, по разнотраве у меня будет, там, немножко, может, с подсолнухом. Ну, подсолнух такой, гибриды тоже, не знаю, что он там будет, давать, не будет. Разнотраве будет по-любому давать. Сейчас вот кориандр с разнотраве, там, такой подмешают, несут, там, подливаются. Ну, посмотрим, в общем, ничего не буду пока говорить по ценам. Ну, такие мёда, как и кац, там, саппора, я точно, кац из глядичь, вот такой вот этот мёд, я его точно дешевле, 700 рублей точно не отдам никому. Поэтому, пусть даже, если даже с Украины его привезут по 100 рублей за бидон, я всё равно дешевле продавать не буду, и меня будут брать, у меня моя клиентура. Они доверяют меня, они знают, что я за качеством слежу и так далее, за мёдом. Ладно, жена зовёт кушать. Пошёл я кушать. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»